25 октября в актовом зале Сибгувка состоялась торжественная церемония награждения победителей призеров культурно-просветительского проекта «Спортивный Омск глазами молодежи». Конкурс творческих работ проводился в нашем регионе в пятый раз. В нынешнем году в оргкомитет поступило более ста работ. Лучших авторов отметили дипломами и памятными подарками. Свежий взгляд на то, что мы делаем давно, необходим абсолютно. А у кого еще его взять, как не у представителей молодежи? Такие конкурсы служат тому, чтобы выработать этот новый взгляд на освещение, чтобы та целевая аудитория, которая участвует в конкурсе, показала, что бы она хотела увидеть о спорте и как. В этом году мы участвовали во Всероссийском конкурсе образовательных проектов и стали победителем. Наш ВУЗ стал победителем в этом Всероссийском конкурсе, получив грантовую поддержку Федерального агентства по делам молодежи. Конкурсные работы старшеклассников, а также студентов СУЗов и ВУЗов были представлены в пяти номинациях. Фоторепортаж, журналистский материал, эссе, реферат на тему развития омского спорта и теоретик в спорте. В своем реферате я рассматривала форматы популяризации плавания в городе Омске и выдвинула некоторые рекомендации по тому, как развивать этот вид в нашей области. Интервью со спортсменом, фаворитом в Омской области, Евгением Колонковым. Я рассказывала, как я занималась волейболом с пятого класса, начала заниматься волейболом и до сих пор продолжаю заниматься им в колледже. Был материал о хоккее. Я сам играю за защитников и очень люблю защитников про хоккей. А написал что? Написал роль защитника в команде, что эта роль очень важная, что его задача защищать ворота. Работы победителей и призеров можно будет посмотреть на официальном сайте Сибгувка после пятого ноября.